Ксс-ай. Всех волнует сейчас только один вопрос. В какой озвучке смотреть Дэдпул и Росомаку? РКС или СНГ? Ответим на этот вопрос вместе с хотом. Бакс. Сейчас без спойлеров. О спойлеров предупрежу. О качестве картинки. Картинка в версиях Ре... Эбббб... Блять, стоят. Да б***ь, б***ь, ты маленький говнюк. Бро. Да что ты, блин? Ты мне вообще неинтересен. сейчас поговорим о качестве картинки картинка версии рхс полное говно хотя не совсем понимают почему почему шутки и сам перевод на мой взгляд так себя очень много просрали например мне очень нравилась шутка она очень круто повторялась прямо было чем-то особенным здесь же обезличили учитывая два этих факта плохая картинка не очень смешной перевод шуток я хочу сказать что лучше смотреть в озвучке снг вы качественную картинку там увидите и посмеетесь шуток которые фильмы и так достаточно тупые до фильмы тупые анальные шутки они прямо такие придуманы через жопу не гетеросексуальную жопу остальные шутки касается исключительно фанат всей вселенной marvel если единственное что вы смотрели это последние фильмы про раса маху то вы ничего не поймете шутки исключительно для фанатов киновселенной marvel они касаются и последних сериалов и первых фильмов про людей x которые выходили в нулевых единственный плюс теперь о самом фильме сценарии идеи съемки сценарий полная херня но он здесь и не нужен фильм это набор камео ядерная смесь ностальгии для 30-летних здесь и песня аврил лавин и nsing и много-много топовой музыки из начала 2000 в общем самое то что нужно 30-летним и 25-летним потому что мы выросли на всей этой поп-культуре поверьте мне мне самому 29 лет росомаха кстати похож на моего отца думаю это вообще собирательный образ любого отца из снг взрослый сильный брутальный вечно все бесценивающий мужик который говорит что все это херня и ты ничего в жизни еще не знаешь но это не про моего отца мой отец просто крутой брутальный мужик поехали дальше для этого видео мне пришлось два раза посмотреть фильм и так ладно теперь спойлеры сто процентов все уже посмотрели раз два три 4 5 начинаем короче шутка с ножичком просрана как это вообще возможно мини-нож звучит гораздо круче мини-нож актер в снг очень круто отыгрывал и дело акцент на этом и звучало это действительно смешно и по-особенному такой макгаффин а еще в переводе рхс взяли и заменили слово стриптизерша на танцовщица на моменте где дед пул рассказывал про свою девушку ванессу спирт для обработки рук на том же моменте заменили на медицинский спирт но медицинский спирт можно пить это знает каждый гражданин снг соответственно суть шутки просрана испортили половину шуток во всем фильме вообще это самый прибыльный фильм диснея после головоломки 2 тем более в рейтинге r половину бюджета они окупили еще на этапе рекламы honda odyssey и разного бухла в кадре соответственно фильм вышел им в ноль либо около того осталось поделиться только с кинотеатрами за прокат и эти затраты они вернут обратно на цифровом релизе значит мега прибыль ура ни один герой типа блейда гамбита x23 не погиб мы не увидели их смерти это значит что всем им дан шанс на дальнейшее появление в квм x23 уже точно появится в киновселенной марвел потому что она уже сидит за столом в конце фильма рядом с датпулом и росомахой хотя она была вроде как в параллельной вселенной ну ладно многие кстати посчитали злодейку одной из самых плохих во вселенной марвел я с этим вообще не согласен потому что она очень крутая героиня она антигерой и актриса по крайней мере не побоялась брить свои волосы для этой роли в отличие от они той ларджой которая для фуриосы ничего не сбривала ей накладывали там грим друзья сейчас загуглил на самом деле ама корин актриса которая играла роли злодейки в датпуле росомахи она не брила себе голову это был специальный грим извиняюсь не проверил факт но в целом это не важно она вообще себя позиционирует как они она не бинарная по итогу фильм рекомендую но не ожидайте слишком многого как развлечение фильм просто топ подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравился этот обзор и наш котик бакс напишите комментарий а еще сцена в конце под мадонну это на мой взгляд омаж на 300 спартанцев интересный реверанс в сторону зака снайдера но не аж по только жалко уберем вот эту картинку это новая парада росомахи она у него в каждом фильме выглядит немного по-другому но в этом конкретно фильме она выглядит вообще по другому для начала нужно избавиться от усов действует надо вот отсюда все выше губы слишком ровно по моему получилось